Использовали время Божьей милости. Это Неневия. Это пророк Иона, который ходил каждый день в течение 40 дней и говорил, так, еще 40 дней и Неневия будет разрушена. Еще 39 дней и Неневия будет разрушена. 29, 28 и так далее. А потом зашел на гору и наблюдал, что будет дальше. Неневитяне, они послушали Сиону, они приняли к сердцу. Царь дал приказы определенные. Царь же не давали не только людям и детям еду и воду, а даже скот не выводили на пастбище. Все кричали к небу, все просили Божьей милости. Вы знаете, Неневия была как бы обречена на истребление. Там много было беззакония. Но когда вот эта молитва и жизнь поменялась от самого начала, от самого корня, Бог помиловал Неневию, они использовали дорогое время Божьей милости. Я помню человека, который был наркоделком нашего города. Сам рост там был небольшой, незначительный, но он держал весь город. Он снабжал наркотиком всех наркоманов. И вы знаете, когда Бог коснулся его сердца, поменялась его жизнь. Он стал другим человеком, но другие против него были. Вы знаете, ну как же так, ты нас оставил без ничего, как мы будем дальше. И был такой момент, когда он недооценил Божью милость. Когда недооценил Божью милость, нет его раз на молитве, нет второй раз на молитве. Он перестал ходить в собрания, бизнес, почему-то он избрал приоритетом в своей жизни. И получилось так, вышел он со своей квартиры или наоборот заходил. Подстерегли люди негодные, четыре пули получил в шею, жизнь закончилась. Время лета благоприятного было отведено ему. Он не воспользовался им. И пришла зима в его жизнь. Закончила жизнь его, куда человек пошел? Я помню одного человека, которого Бог помиловал, также освободил от наркотиков другой зависимости. И он ходил в собрания, он был горячим искренним христианином. Но прошло некоторое время, и снова дьявол его искусил и повел опять по старому пути. Проходит несколько месяцев, приходит этот Валера, но уже на двух костылях и без ноги. Я спрашиваю, что это у тебя? Он говорит, что это цена, которую я заплатил за свой неправильный выбранный мной поступок. Я оставил Господа. Я снова пошел колоться. Посмотрите, друзья мои, молодежь, что приводит к этому положению. Я задаю вопрос, зачем так дорого платить, остаться без ноги? Ведь можно было с двумя ногами служить Иисусу, тому, который освободил тебя, тому, который полюбил тебя, тому, который нашел тебя в мире и поднял из рва погибели. Служи ему, дорожи этим, превозноси Божье имя и благословляй Господа. Но, увы, этот человек потерял спасение. Я вспоминаю еще одного, который пришел в преклонном возрасте своей жизни. У него был рак, у него гнаила шея, была дырка даже в шее. И он, казалось бы, последние дни Божьего лета использовал правильно. Он позвонил в церковь. Он говорит, пусть братья приедут, пусть побеседуют со мною. Я хочу принять Иисуса, я хочу поменять свою жизнь. Мне осталось, может быть, неделю-две жить всего-навсего. Мы пришли с молодым братом, трудились над ним, брали его в церковь, привозили его. А потом он говорит, я хочу принять водное крещение. Как сегодня сестра наша издевила желание принять водное крещение. Как это сделать? Врачи, медицина. Приехали мы вечером, в 10 часов. Он открыл балкон на дверь, мы его вывели, забрали, повели, крестили его. Но через пару дней он ушел в мире к Отцу на небо. Слава Господу! Он ушел примиренным, он ушел исповеданным, он ушел в чистых, светлых одеждах. Этот человек смог воспользоваться благоприятным временем. Он принял Христа. Его жизнь поменялась, друзья мои. И Господь взял его. Я буду подходить к концу своей проповеди. Еще напомню о человеке, который в прошлом был дитем Божьим, но споткнулся в жизни своей и стал жить мирской жизнью. И вот прожил он десятки лет без Бога. И когда он уже лежал в постели, парализованный лежал, и одна сестра говорит, Павел говорит, давай поедем, посетим его. А может быть покарится? Вчера разговаривал. Может быть покарится? Мы приехали к нему, а он не говорит уже. Я с ней начали молиться. И говорим, Господи, если у тебя есть для него последний шанс, дай ему сейчас. Открой его уста, дабы он мог исповедать, дабы он мог покаяться, получить прощение и быть спасенным. Мы молились, мы плакали, но, увы, не было уже другого шанса. По-видимому, это были те годы впереди, где он топтал Божью истину, где он не принимал Евангелие, познавший Бога, оставил его и ушел в дальнюю сторону. Расточил имение, молодежь, слушайте, расточил имение, как в притче о блудном сыне Луки 15, младший сын. Взял следующую часть имения, которую выпросил отца, пошел в дальнюю сторону. Может быть, сегодня ты расточаешь, не созидаешь, не в Боге богатеешь, а расточаешь. Может быть, по жизни ты много имеешь, но в Боге бедность. Друзья мои, и нужен нам Господь. Господь говорит, кто не собирается, ною, тот расточаешь. Итак, мы молились, но уже не было у него покаяния. Он ушел, как люди этого мира умирают. Поэтому, как важно исполнить, исполнить это время и покаяться, получить жизнь вечную, прощение от Господа. Когда висели на кресте два разбойника и Христос посреди них. Был последний шанс лета благоприятного. Один из разбойников использовал и говорит, мы осуждены справедливо. Мы сделали достойное смерти, наказание несем. А что он сделал? Говорит, помяни меня, Господи, когда придешь в царствие твое. Он услышал ответ Божьей милости. Божьего гаранта. Будешь со мною, будешь спасен, будешь в раю. Грешник ухватился за последний момент. Милости Божьи, последний шанс. И он принял. Второй же не принял. Не использовал лета благоприятного. И понятно, какая участь его постигла. Постарайся прийти до зимы. Постарайся прийти, пока Господь дает дыхание в жизни твоей. Постарайся довериться Ему, открыть свое сердце. Постарайся войти в ее присутствие. Может быть, Дух Святой угасшен. Может быть, нужно сделать то, что сделала эта молодая сестра. Она даже позвонила по телефону. Она читала списки со своего телефона. Она говорит, это было, я в этом каюсь. От этого отрекаюсь. Я хочу прощения от Господа. Бог даст тебе прощения. Бог изменит твою жизнь. И ты будешь иметь смысл в твоей жизни. Ты будешь знать, для кого ты живешь. Ты будешь знать, кому ты веруешь. Как апостол Павел говорил, а я знаю, в кого уверовал. И верю, что он силен сохранит залог мой на онный день. Благословения вам я желаю. Молодые люди, всем благословения. Пусть Бог благословит. Может быть, ты стоишь сегодня на раздорожье, не зная, какое решение принять. Может быть, ты думаешь, а мне крещение принимать еще рановато. Я немножко помедлю. Знаю такого молодого человека, который вроде и заявил желание принять водное крещение. А потом подумал, осмыслил, говорит, нет, мне еще рано. И дьявол ее увел. Начал музыкой увлекаться, слушать музыку. А потом другие тяжелые моменты вошли в ее жизнь. И по сей день он не служит Богу. А родители говорят, помолитесь за нашего сына. Помолитесь. А раньше, ведь он раньше служил Господу. А раньше был сосудом Божиим. Бог видение через него показывал. А сегодня вот такое положение может постигнуть. Дорогой друг, ты еще на пути, я на пути. Сегодня мы вправе распоряжаться нашей жизнью. Принимать решение завтра не в нашей власти. Может быть, ночью не в нашей власти. Но сегодня Бог ожидает тебя. Сейчас будем молиться. Откройте сердце пред Господом. Доверьтесь Ему. Если, может быть, будут текти слезы. Пусть текут эти слезы. Это знай, что это Дух Святой работает над тобой и мною. Дух сокрушения, умиления. Он изменяет, он преображает. Он делает человека лучшим, способным для того, чтобы Бог совершал дальше работу моей, вашей жизни. Да благословит всех нас Господь. Молитва, будем молиться. Господь наш слава.